Все люди делают это. Женщины усиливают брови, скулы и губы. Мужчины отращивают окладистую бороду для того, чтобы подбородок казался сильнее. Так что даже брутальные лесорубы и те в игре. Все каким-то образом корректируют свою форму для того, чтобы оказаться привлекательной. Поэтому в чем можно обвинить рекламщиков? И я считаю, что стесняться этого не нужно. Так что вперед будем корректировать форму. Мы рассмотрим работу с формой на примере мороженки. И вот самый пластиковый вариант, как по мне. Нужно держать ее в голове, но лучше все-таки быть ближе к жизни. Сейчас объясню подробнее. И в этом мне поможет не очень убедно наполненный рожок. И вот такая штука. Форма любого объекта должна быть прежде всего узнаваемой. Во-вторых, сбалансирована относительно общей картинки. В нашем случае рожка и руки. И в-третьих, должна соответствовать поставленной задаче. Что касается узнаваемости. Не стесняйтесь смотреть, что делают другие. Как выглядят фотографии объекта, которые ваш глаз воспринимают как привлекательные. Вдохновляетесь хорошими дизайнами, сочными этикетками. В нашем случае узнаваемость определяет только фактура мороженого, но никак не форму. Проверить легко. При сильном удалении все же должно быть ясно, что изображено на картинке. Форма мороженого ассоциируется с некой пирамидкой, которая расширяется к низу. Попробуем начерно методом усечения добиться формы реалистичной и вместе с тем узнаваем. Ну и стоит ли говорить, что править форму нужно строго в соответствии с рисунком фактуры. Иначе никакой реалистичности нам не видать. Вот к такому варианту пришла я. И тут мы медленно подходим к третьему пункту соответствия поставленной задаче. Моя картинка не тянет на рекламу и даже на красивую фоточку, честно говоря, не очень. Но идеально подходит для разъяснения важности формы в рекламной иллюстрации. Плюс соответствует современной тенденции. А это естественность. А в следующем видео мы поговорим о цвете. Пока!